Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем телевизионное утро на канале Россия. В студии меня ожидают маленькие прелестницы, но вас с ними я познакомлю чуть позже, сразу после прогноза погоды на нашем канале. Давайте узнаем, какой она будет сегодня в пятницу. Субтитры предоставил DimaTorzok Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем телевизионное утро пятницей. В гостях у меня сегодня прелестные барышни. Я вам сейчас с удовольствием их представлю. Итак, сестры Ташева Диана и Евелина и Ева Шаганова. Привет, девчонки! Здравствуйте! Ну, как вы думаете, по какому поводу я вас пригласила сегодня в студию? Кто знает? По поводу Дня Девочек. Ах, какие вы умные! Правильно! 11 октября ежегодно, начиная с 2012 года, отмечается Международный День Девочек. Вы знаете, мне, как человеку взрослому, очень интересно, чем сегодня живут современные девчонки? Ну, так, лет от 8 до 12. Какие у вас интересы? Чем вы увлекаетесь? Как вы выстраиваете свои отношения с родителями, с младшими или старшими сестрами или братьями? Что интересно сейчас, именно дети выстраивают отношения с родителями, а не родители с детьми. Я обратила на это внимание. Итак, девчонки, расскажите мне про ваших родителей. Давайте начнем с ваших мам. Они ведь тоже девочки. Да. Я знаю, что они у вас очень молодые, очень красивые и современные. Ева, расскажи про свою маму. Моя мама работает на телевидении, ведущаясь с журналистом. Так. Ну, ты же ведь ее любишь сильно? Да. Ведь дороже родителей ни у кого, никого нет у человека, правда ведь? Да. Вот за что ты свою маму любишь? За то, что она красивая, добрая, умная. Ну, скажи, пожалуйста, а у тебя есть какие-то такие секретики, которыми ты пользуешься и вьешь из мамы прям вот веревки? Нет. Нету? Мама по-любому идет тебе навстречу, да, и делает все, что ты захочешь. Почему? Потому что она тебя... Любит. Очень любит. Диан, ну а ты? Расскажи про свою мамочку. Ну, моя мама тоже работает на телевидении, только она режиссер. Она добрая, красивая, умная, всегда мне помогает. А в чем помогает? Ну, например, с уроками, например, с разными вопросами, которые я ей задаю, например. Девчонки, ну мы же все, ну мы девочки, мы любим красиво одеваться, да, сильно в соответствии с модой. Евелина, вот ты, глядя на свою маму, что бы ты хотела вот во взрослом возрасте, когда ты станешь девушкой, чтобы ты тоже была похожа в чем на свою маму? Ну, я бы хотела, чтобы я была такая же целеустремленная, ответственная. Я хочу, чтобы я была тоже такая. В общем, один в один похожа на маму. Ну да. Ну, хорошо. Но ведь у вас же есть еще папа, сильная половина. Ну, расскажите мне про своих пап. Диана, ну ты расскажи про своего. Ой, мой папа сильный, всегда меня защищает в любую минуту. Еще можно с ним немного посекретничать от мамы. Вот так вот? У вас есть общие секреты? Да. Мы с ним как в дружеских отношениях, но душе мы папа и дочка. Здорово. Мне даже интересно стало, какие такие секреты могут быть у дочки и папы. Ева, у тебя тоже есть? Да. Секреты? С папой? От мамы? Нет. Ну, а как ты выстраиваешь свои отношения с папой? Хорошо. Он тебе в чем-нибудь помогает? Да. Он для тебя друг? Да. Ну, ты можешь доверить ему что-то очень сокровенное? Да. Евелина? Ну, у меня отношения с папой хорошие, но более я привязана к маме. А с папой у меня были секреты от мамы, но их очень мало, почти что нет. У меня больше к маме привязанность, я больше к ней привязана, и у меня с ней больше секретов, наоборот. А так я с папой дружу, ему тоже все рассказываю, что происходит в школе и так далее. То есть, ваш папа – это абсолютная ваша защита? Да. Папа – это человек, за спиной которого вы можете в любой момент спрятаться. Да. От каких-то невзгод, от каких-то неприятностей, верно? Еще мне интересно, чем сегодня увлечены девочки? Они увлечены новыми антистрессами, новыми куклами. Ну, некоторые зацикливаются на моде. Кому-то нравится читать по-разному, я считаю. Да? А кому-то нравится, например, рисовать или лепить. Ну, в общем, художественное. Ага, я так и поняла, что у кого-то художественное, у кого-то современные куклы, всякие антистрессы, а у кого-то увлечения уже более взрослые, да? Ивелина, я знаю, что ты увлекаешься династией Романовых. Да, это правда. Мне очень понравилась династия Романовых, когда мне мама впервые в жизни показала фильм про Романовых перед поездкой в Санкт-Петербург. Я посмотрела, мне прям дух захватывал. Мне это начало очень нравиться. И когда мы поехали в Санкт-Петербург, там я уже, ну, все понимала. Я понимала, кто это построил, почему так называется. Ну, и сейчас есть очень много фактов. Например, недавно я узнала, что произошло венчание последних потомков Романовых. Я узнала, что Марина Мнишек, это та самая жена Лжедмитрия, привезла нам вилку, только она была с двумя зубцами. Екатерина II, она была вообще немка. Такие факты я знаю на сегодняшний день. Очень интересно. Слушай, а ты собираешься вообще дальше? Ну, эту тему, во-первых, не бросать, а во-вторых, как-то, ну, еще больше поздравить? Сознаниями как-то себя наполнять по этой... Да, я не собираюсь это бросать, мне это действительно нравится, и я думаю, я это не брошу. Ну, вообще, а перспектив, где бы ты хотела еще побывать? Ну, я бы хотела побывать за границей, а из России, я даже не знаю, я бы второй раз ездила в Санкт-Петербург. А для чего? Что ты еще хочешь там посмотреть? Ну, я много чего не посмотрела, я хотела бы поподробнее посмотреть месторождение Пушкина, я бы хотела узнать, поехать в Царское село более подробно, осмотреть все достопримечательности. Потому что первый раз я была увеличена более романовыми, чем все происходит вокруг Санкт-Петербурга. Очень здорово, поражаешь меня стремлением вот таким. А за границу куда хочешь поехать? Ну, я бы хотела полететь в Лондон или в Италию. А почему? Ну, я не знаю, мне нравится Италия, ну, мне она очень нравится своими традициями, что у них там, например, своей едой даже, даже как они стильно одеваются вообще. Мне эта страна нравится. А в Лондон я хочу полететь, потому что я хочу подтянуть свой английский язык. Здорово, ты увлечена иностранным языком? Ну, изучаешь его так вот серьезно? Да. Здорово. Прям приятно слышать, правда. Ну, вот твоя младшая сестричка, мне очень хочется узнать, какие, насколько вы похожи или разные, может быть. Ну, мы разные. Например, она любит темные цвета, я такие яркие. Ну, я увлекаюсь, собственно, тоже самым куклами, антистрессами. Ну, больше всего мне нравится лепить. Лепить? Да. Жалко, что ты сегодня не взяла с собой свои поделки. Я думаю, в следующий раз мы обязательно их посмотрим. Да? Ну, раз уж мы пришли к куклам, антистрессом, в бой вступает Ева. Да. Доставай свой арсенал и показывай, что ж там за антистрессы такие. Так, для начала, я человек взрослый, не знаю, что такое антистресс. Доставай, объясняй. Так, антистресс. Это? Это... Оно снимает стресс. А вот какого рода стресс снимаешь ты, моя дорогая? После контрольных, когда прихожу домой после школы уставшая. Ага, вот прям переработала в школе, написала очень тяжелую контрольную, пришла домой, поела вкусненький обед, наверное, да? А что и дальше? Дальше достаешь антистресс. Что это? Вот это называется поп-ит. Что с этим поп-итом надо делать? Им надо снимать стресс. Каким образом? Покажи, пожалуйста. Вот так. А, то есть... И с другой стороны. Ага, то есть, ну, да, наверное, антистресс. Им можно играть самим и с компанией. А с компанией как? Ну, это надо сделать из фольги маленький шарик, кидать ку... Ой, ну, можно и с шарика, можно и с кубиками, по-любому. Если, например, попался с кубиком шесть, то надо шесть пупырок протыкать. Кто дойдет до конца первый, тот выиграет. В общем, сидишь так после работы, после съемок, такая вся уставшая, и сидишь и снимаешь вот таким образом стресс. Правильно я говорю? Так, ну, я думаю, девчонки тоже в курсе. Давай из твоего такого классного сундучка что-нибудь Диане дадим, она нам тоже расскажет, каким образом она снимает свой стресс. Это тоже антистресс, правильно? Это симпл-димпл. Симпл-димпл. Диан, рассказывай, что с ним делать? Ну, надо... То же самое, что и с поп-пы, там только он какой-то из пластика, что ли, такого. Ага. То есть тактильно он не очень, да, комфортный или что? Ну, например, это подойдет, ну, никогда написал тяжелый контроль. Вот поп-пы, думаю, больше подойдет, потому что он мягче такой. Ага, а это какой стресс может снять? Ну, стресс, например, после... когда переел. Переел так хорошо, получил стресс. Берешь этого зверя-крокодила и начинаешь, значит, снимать... Снимать себе стресс от переедания. Хорошая штука. Ев, ну дальше. Это что, это тоже антистресс? Да, он вышел где-то два месяца назад, он называется поп-тюбс. Ну, продемонстрируй, пожалуйста. Он вот так. Вот. И обратно. Мне кажется, это не совсем стресс снимает. Ну, да. А вот скажи, пожалуйста, какой стресс тебе снимает вот эта вот штучка? Наверное... Ну, после чего? Когда очень устал. Не знаю. Ну, очень устал. Ну, после чего ты очень устаешь, Ева? Наверное, после уроков, как их сделаю. И вот приходишь домой, дома уставшая мама, папа пришел с работы, и ты так... Прелестненько. Замечательно. Ну, еще там что в твоем волшебном сомнении. Сейчас. Вот это называется спиннер. Это тоже такой антистресс, но... Вот так вот. Пытаешься снять всю усталость, дневной стресс, который... А еще можно делать им гипно. Ну, вот, девчонки, скажите честно, вам это помогает? Да. Серьезно? Да. Прямо-то успокаиваетесь, сразу настроение поднимается. Да. Как интересно. Как интересно. Я не помню, снимали мы в моем детстве стресса. Может быть, их просто не было. Наверное. Ну, Эвелина, ты постарше. Ну, расскажи, как ты. Ну, кроме, я думаю, вот этого всего у тебя не так много, наверное, да? Ну, да. Мне нравится читать. Я стараюсь очень много читать книг. Я последнее время увлеклась детективами Нэнси Дрю, Кэролайн Кин. Моя последняя книга Нэнси Дрю и Тайна 99 ступеней. Я еще хожу в музыкальную школу вместе с Дианой, плету бисером. Я в следующий раз обязательно принесу шкатулку с моими подделками. И я еще хочу, мечтаю стать журналисткой. И уже составляю газету нашего класса. Ух ты, здорово, коллега. Дианочка, ну, а ты расскажи, как ты снимаешь свой стресс? Ну, я снимаю свой стресс, например, играя в игрушки, но только не видя портфель и эту школу. А что, неужели так все плохо? Ну, не так все плохо, конечно, но я убираю портфель в шкаф и начинаю играть. Или разукрашиваю всякие раскраски. Бывают даже такие раскраски антистресс. О, наверное, это лучшее занятие, да? Хотя, я не знаю, я... Ну, раскраски антистресс, это надо, например, каждую минуту надо раскрашивать маленькие детальки. Ага. Так, Ев, ну, у тебя еще есть какой-то очень интересный такой пакетик. Это куклы твои, да? Да. Расскажи, это кто? Это куклы Лол. Вот такие. Угу. У них что-нибудь двигается? Руки двигаются? Да, руки, ноги. Голова. Голова. А чем они тебе нравятся? Расскажи, пожалуйста. Они мне нравятся, потому что они яркие и большие глаза. И большие глаза. Да. А во что ты с ними играешь? Ну, у меня есть еще Лол-дом на колесах. Вот обычно там играю. А у тебя все, Лол, и все девочки? А у меня еще один мальчик есть. Ага, то есть мужское присутствие наблюдается, да? Да. Среди твоих кукол. Понятно. Еще у меня есть вот такая Лол. У нее снимается парик. Угу. Еще вот такая Лол. У нее блесточки в волосах шерудятые. А что у нее во рту? Жвачка. Господа, раньше у наших кукол были соски, а теперь жвачка. Понятно? Что еще? Есть вот такая кошечка, у нее тоже снимается парик. Ага. То есть есть какой-то сменный или он один просто снимается? Можно и менять между куклами. Это кошечка? Да. Белестно. Вот такая Лол красивая. О, очень стильная Лол. У нее еще есть 19 нарядов. 19? Да. И вот это можно снять и переодеть куклу, да? Очень здорово. И еще у меня есть вот такая Лол. У нее тоже снимается парик. Ну, Ев, скажи, пожалуйста, ну кроме того, что ты снимаешь стресс после школы, играешь в своих очаровательных кукол, чем ты еще увлекаешься? Я люблю рисовать. Хорошо рисуешь? Да. Я научилась недавно рисовать пластилином. Ух ты, здорово. Да. Не принесла с тобой поделку? Я забыла. Забыла. Ничего страшного. Но я думаю, в следующий раз, девчонки, да, у всех у вас будет повод принести свои поделки к нам сюда. И обязательно мы о них тоже расскажем. Что сегодня у нас есть? Какая возможность? Ну, давай мы, наверное, немножечко приберем. Так. У нас с вами сегодня есть возможность, во-первых, поздравить всех девочек Карачаева-Черкесии вот с таким днем. Я думаю, у вас у всех есть подруги, да? Да. Но прежде всего, наверное, главная девочка в вашей жизни – это ваша мама. Все женщины, которые становятся мамами, бабушками, они ведь когда-то были девочками. Поэтому давайте поздравим всех девочек и в их лице их мам, их сестер с этим замечательным праздником. И мне бы сегодня, вот как взрослому человеку, очень хочется услышать ваши пожелания. Ева. Я хочу, чтобы все девочки росли умными, красивыми, чтобы никогда не болели. И чтобы учились только-только-только на пять с плюсом, чтобы не одной пятерки, а только пять с плюсом. Ух ты, как здорово! Наверное, как ты? Да. Здорово. Диана. Ну, я хочу, чтобы все девочки были в шоколаде, чтобы им дарили много цветов, они были умными и красивыми. Ну, замечательное пожелание. Хорошо, Эвелин? Я желаю всем девочкам, чтобы они росли здоровыми, счастливыми, радостными, чтобы все было хорошо и когда-нибудь у кого-нибудь сбылась мечта. Обязательно, чтобы у каждой девочки сбылась мечта, правда? Кстати, о мечте. О чем мечтаете вы? Я мечтаю о десяти пони. Десять пони? Да. Живых? Да. А зачем? Не знаю. Для красоты. А где ты их будешь держать? Дома. У бабушки. Дома у бабушки. Будет стоять десять пони. Плохо себе это представляю. Но мечта должна сбыться, правда? Да. Диана. Я мечтаю, когда вырасту, стать главным врачом. Главным врачом чего? Ну, клиники. Клиники какой-нибудь известной? Ну, главный врач для начала должен стать обычным врачом-специалистом. Каким-то узкопрофильным. Вот каким ты врачом хочешь стать? Хочу быть, например. А хотя хочется быть две профессии. Ну, что тебе мешает? И что это за профессии? Профессия врач-стоматолог и врач, который лечит детей. Ух ты. Оригинальное сочетание. Впрочем, можно быть детским врачом-стоматологом. Правильно? И будет здорово. Ивелина, ты как старшая. У тебя, наверное, мечты уже такие более реальные, более взрослые. Ну, я мечтаю стать, когда вырасту, журналисткой. Но мне очень нравилась история, и я не могла определиться, экскурсовод или журналист. И я подумала, а может мне совместить с журналистом, который ведет программу об истории? Ух ты, тоже очень интересно. Интересно. Спасибо мне, хочется сказать вам, за сегодняшнюю встречу, за ваши мысли, за ваши рассуждения, за ваши мечты. Спасибо большое. Вот у нас сегодня такая программа получилась, ну, какая-то, ну, я бы даже сказала, праздничная. Мне было очень интересно и познакомиться с вами, и вообще узнать, чем живут сегодня современные девчонки. Вам, дорогие друзья, я хочу сказать, что «Утро пятницы» на канале «Россия» подходит к концу. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова